Чтобы чувствовать себя счастливым, тебе постоянно надо держать всех под контролем, манипулировать, провоцировать. И это то, что тебя радует. Всем привет, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта и психотерапии. Это канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Здравствуйте. Мы продолжаем разбирать сериал Триггер. Первый сезон и у нас пятая серия. В пятой серии не так много кейсов, на которые я бы хотел обратить внимание. Есть главный кейс молодого человека, который падает в припадке в своем учебном заведении. И, в общем-то, нашего главного героя Артема Стрелецкого просит разобраться, что там происходит. Потому что никто, ну никто не может понять, что же происходит с ребенком. Вот падает и все. Обследование показало, что все в порядке. Что происходит, никому не понятно. Крайне тяжелый кейс, не ясно ничего. Прежде чем мы перейдем к разбору этого основного кейса, тут еще хочется отметить, что в пятой серии, опять же, показаны два противостояния отца и сына. Да, где папа продолжает демонстрировать то, как он конкурирует с сыном, с Артемом. И еще такой важный момент, на который хочется обратить внимание. Это друг Артема Стрелецкого, который тоже пытается самоутвердиться. И вы видите, как он всячески пытается себя сравнивать с нашим главным героем. И даже вот эта Лера, которая устроилась к нему на работу, он опять же пытается доказать Артему, что Лера может и в меня влюбиться, а не только в тебя. В общем, там налицо вот эта вот конкуренция, вот это вот желание быть принятым, желание любви. Но мало чего обычно у таких людей получается, хотя конкуренция такая мужская, она достаточно частая. Но, как правило, ничем хорошим это не заканчивается. Давайте переходить к нашему основному кейсу. Итак, молодой человек падает в припадках. Мы видим сцену знакомства. Обычно с такими подростками достаточно сложно входить в контакт. И по большому счету, как мне представляется на моей практике, это является самым сложным в терапии. Потому что обычно подростки практически никого не пускают в свой внутренний мир. И уж тем более, если это какие-то душевные переживания в 15, 16, 17 лет и 14, туда психологу от родителей попасть очень тяжело в этот внутренний мир. Потому что эти ребята, как правило, очень закрываются и дистанцируются. И вот мы видим такого закрытого молчаливого мальчика. Но как-то интуитивно Артем находит с ним общий язык посредством того, что он рассказывает, что он сидел в тюрьме. Видимо, они на эту тему как-то разболтались, разговорились. И очень быстро Артем понял, что же на самом деле происходит. И тут есть два таких важных эксперимента. Эксперимент первый в морге, как вы помните. Там испугался сначала отчим. А затем эксперимент, где Артем синициировал пропажу, собственно говоря, этого мальчика для того, чтобы уже проявить основную терапевтическую линию. Как мы видим, мама этого мальчика много работает, постоянно уезжает. Вышла, видимо, вторично замуж. И, как и многие матери, посчитала, что ну и хорошо. Если она уехала, он находится с отчимом, ну и в порядке. Ровно так же многие родители в 90-е думали, что если они работают, и мама, и папа, и есть бабушка с дедушкой, на кого можно оставить ребенка, это нормально. Родители понять можно. Они работают, зарабатывают деньги. Но ребенок понимает подобное поведение очень по-своему. И, как правило, они понимают это как ненужность, ненадобность. Как отдать бабушке или отчему, или еще кому-то, как отделаться. И они начинают всяческим способом пытаться так вот невротически манипулировать, привлекая внимание. Через болезнь, через симптомы, через плохое поведение, через такое социально острое поведение. И все это, как правило, именно такой вот внутренний манифест о нехватке того самого внимания, принятии ценности и значимости. У меня была клиентка, дочка достаточно состоятельного человека, который оплатил ей учебу в Англии. И девочка обратилась ко мне по рекомендации с паническими атаками, потому что в Лондоне что-то там у нее не заладилось с терапией. И через несколько встреч я уже был знаком с папой. И папа мне говорит, ну как же так? Я ей оплатил лучший институт, который только можно найти на планете в Англии. Я ей оплатил прекрасную квартиру. У нее водитель. У нее есть свободные наличные. Что же ей еще не хватает? Как же ей еще проявить любовь? Что ей не хватает? Я ему говорю, вас. Ей не хватает именно вас. Без бабла, без машин, а именно вас. И это достаточно частая родительская проблема, когда они понимают любовь именно в точке зрения заботы через технические материальные сопровождения. Но сам факт просто нахождения рядом, сам факт просто соучастия и сопереживания каким-то юношеским опытом, сам факт нахождения родителя рядом и демонстрации небезразличия к его сложностям и проблемам, с которыми подросток сталкивается, очень важно. И вот в этом кейсе, в пятой серии, мы как раз таки видим такую вот наглядную иллюстрацию, как ребенок может привлекать внимание своими припадками. Под этим припадком может быть и панические расстройства, это может быть и ипохондрия. Вы помните вторичные выгоды симптома, привлечь внимание, это как раз оно и есть. Просто так продемонстрировано достаточно ярко с точки зрения кино. Ну и последний эксперимент, когда уже мама пугается, где ей говорят, что ребенок пропал. И вот этот испуг, это то, что быстро, достаточно терапевтически влияет. Помните, я когда-то говорил, что очень много людей занимаются психотерапией, ничего не помогает, малотонное выкачивание денег психологами из клиентов. Я вообще психологам очень скептически отношусь к их возможностям, так сказать. Но не важно, сейчас не об этом. И человеку стоит, человек ходит годами к психологам, ничего не помогает, плюс-минус, все одно и то же. И вдруг его случайно сбивает машина, или он попадает в реанимацию с коронавирусом, выживает, учится заново ходить, есть и так далее. И переосмысляет определенные ценности. И тут ему уже никакая психотерапия не нужна. Он переосмыслил значимые вещи и куда-то его неврозик отступил. То же самое касается и каких-то боевых столкновений, кризисов таких вот острых. Все проблемы очень быстро вытесняются. И здесь как раз-таки вот этот принцип вытеснения реактивного показан, когда мать испугалась, что она вот-вот потеряет ребенка. Она почувствовала, что такое потеря, а потом обрадовалась, когда я его увидела. И вот это вот провокативное ощущение потери очень часто на самом деле оказывает такой терапевтический эффект. Помните, мы все говорили когда-то, пока имеем, не ценим, потеряя, плачем. И вот очень много людей начинает переосмыслять значимость людей, переосмыслять какие-то вещи, как правило, тогда, когда ситуация либо доведена уже до края, либо тогда, когда почти потеряли. И я хочу вам всем пожелать уметь не доводить до крайности в физическом смысле. К слову сказать, в стаицизме, в одном из направлений философии, который я исповедую и который исповедует моя организация, школа и когнитивно-поведенческая терапия на этом построена, мы называем это приготовление к бедам. Когда мы представляем, что наши дети, наши машины, наши квартиры, это все явление достаточно временное в нашей жизни и всегда мы можем этого лишиться. Тогда мы будем учиться это ценить, тогда мы будем учиться по-настоящему радоваться каждому дню, имея людей этих рядом, понимая, что каждый день может стать последним, а мы с ними простимся. Ну, об этом я как-нибудь сниму еще одно видео, думаю, это вот как раз будет очень интересно. Так что пятая серия показывает нам, именно пока имеем, не ценим, потеряя, плачем, как это выглядит с точки зрения симптома, привлечения внимания и терапии. Если не острая подобная история, то я, кейс, то я в своей практике обычно тоже заставляю пугаться своих клиентов, которые обычно пугаются последствий, какие будут. Например, это касается гиперопеки матери, это касается слишком сильной тревоги матери. Тут немножко шоковая терапия нужна, потому что просто сюсюканье и поглаживание это достаточно долго и малоэффективно. Мать, подобная, как мы видим в кейсе в том числе, должна испугаться последствий, которые могут быть, если она не начнет брать себя в руки и не переосмыслит определенные ценности. Поэтому не могу сказать, что этот кейс прям надуман. Он достаточно, как и многие другие, хорошо проработан. И опять же, мои комплименты режиссеру и консультанту сериала. Ваш Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта и психотерапии и канал Невроза Мегаполиса. До встречи!